Санкт-Петербургский государственно-экономический университет стал местом протяжения полусотни ректоров России и Китая. Повестка седьмого форума глав университетов – результаты и перспективы сотрудничества с вузами Поднебесной. Об итогах работы рассказал и ректор СПБГУ Николай Кропачев. Эксперты СПБГУ и Министерство образования Китая осуществили перевод российского закона об образовании на китайский язык и аналогично законодательство Китая на русский язык. Все о том, что я сейчас говорю, это сотрудничество в рамках с Министерством образования. Это, на мой взгляд, послужит улучшению понимания образовательных систем, даст основу для нашего взаимодействия. За один день уже подписано множество соглашений. На бумаге создан Совет молодых ученых двух стран. Планируется, что к российско-китайскому сотрудничеству в сфере образования присоединятся страны шелкового пути. Создание центров, дистанционное образование, повышение квалификации, обмен научными сотрудниками. Ну, так сказать, это хорошая идея – сотрудничать не просто двух стран. А международный такой путь, тем более, что исторический. Есть оправдание этому пути – это старый торговый путь. Проекты в технических областях, областях больших данных, а также химии, физике нуждаются в квалифицированных кадрах, которые есть в Петербургском и Московском университетах. Необходимо воспитывать большое количество талантов и кадров, которые бы могли понимать русский язык, но не только русский язык, но и русскую речь, русскую культуру, русскую литературу. СПБГУ выпускает «Альманах», где публикуется современная российская проза на китайском языке. Осуществляется обмена студентов и преподавателей. Кроме того, Петербургский государственный университет гарантирует свою поддержку в вопросе создания в Китае специализированных программ с российским компонентом.